Моя позиция по этому вопросу, она уже известна. Я думаю, многие с ней уже знакомы. Я могу еще раз повторить. Есть вещи, в которых спешить нельзя. И последствия будут фатальными. Мы это уже проходили. Я хочу напомнить о том, что основанием для начала вооруженного конфликта, это мое субъективное мнение, послужило то, что коренного этноса в Абхазии, этот этнос оказался в меньшинстве. И не просто в меньшинстве, а в кратном меньшинстве. И в определенный период, на определенном исследовательском этапе, при поддержке так называемой большой земли, вот это большинство каким-то образом посчитало, что мы вообще здесь гости. И вот это стало основанием для конфликта. Мы это уже проходили. Поэтому здесь нужно подходить очень осторожно. Это первое. Второе. Если мы говорим о том, что мы легализуем продажу недвижимого имущества в личных целях для иностранных граждан, какую цель мы преследуем? Для чего нам это сейчас нужно? Какая цель? Кто-то нам говорит, что это... Я вот слышу мнение неких экспертов. У них есть право на свое мнение, ну в том числе и на ошибочное мнение. Я не могу им запретить. Но они говорят о том, что это тормозит там некие инвестиционные процессы. Но это смешно на самом деле. Поэтому даже комментировать не буду. Инвестиционные процессы не зависят от этого. Инвестиционные процессы зависят от другого. Это криминал, безопасность, это правоприменительная практика, работа судебной системы и многое другое. А потом уже все это идет. И для иностранных инвесторов у нас созданы все условия. Если касается коммерческой недвижимости. Вот условно говоря, предприятие, иностранный гражданин в Абхазии на 100% может быть владельцем по нашему законодательству. Речь идет только о жилье. О жилье, о квартирах, о домах. Здесь считаю, учитывая то, что у нас экономические показатели на душу на сне гораздо ниже сопредельных стран, здесь может возникнуть некие неконтролируемые процессы. Когда опять, почему говорю опять, это мы уже проходили, когда абхазский народ, многонациональный народ, граждане Абхазии опять будут выдавлены из основных и самых привлекательных зон нашей страны. Если мы хотим это повторять, давайте попробуем. Но я против этого. Продолжение следует...